Эта программа говорит губерния. В Хабаровске наступает, можно сказать, золотая пора для любителей театра, потому что на сцене Хабаровского драматического и музыкального театров начинаются спектакли золотой маски. Вы уже, наверное, привыкли, что фестиваль проходит в конце лета, каждого лета в Хабаровске. С одним из организаторов этого мероприятия, Николаем Евсеенко, мы сегодня решили встретиться. Здравствуйте. Напомню, Николай Иванович, директор и художественный руководитель Хабаровского краевого театра драмы. Сейчас он так называется? Да. А потом некоторое время назад там добавляли театр драмы и комедии, потом комедию брали. Если говорить об этом фестивале, в двух словах, что это за фестиваль и почему было принято решение, что ведущие театры центра страны, столичные театры приезжают к нам? Для тех, кто почему-либо не слышал про это. Понятно. Ну, на самом деле, решение принято Москвой. Собственно, это год театра. А в год театра случаются всякие события, связанные с театральной деятельностью. И на самом деле, сегодня все столичные, не только столичные театры, они сдвинулись. Двинулись с места. Едут в разные регионы, происходят обмены. Вот мы только что приехали из Астрахани. Вот. Астраханцы были у нас. Ну, а сейчас принято решение, это, в принципе, президентский грант на президентском уровне, вот, привести лучшие спектакли страны, спектакли «Маски», победители лучшего фестиваля, в наш город. Ну, почему в наш город? Мы, собственно говоря, третий раз «Маску» принимаем. Дважды в музыкальном театре, я же тоже этим занимался. Вот. Сегодня в третий раз. Ну, потому что наш город неоднократно завоевывал «Маску», вот, участвовал в масочных фестивалях. И в этом году, в том числе, и наш театр принимал участие, и «Тюз» принимал участие в этом фестивале. Ну, собственно говоря, мотивация вот такая. Ну, а, честно говоря, если бы не президентский грант, то, скорее всего, вот, московский, по крайней мере, театр, вот, притащить к нам было бы трудно, наверное. Это абсолютно, это даже не просто трудно, это нереально. Нет, ну, вы видите, что проходят фестивали, но они проходят антрепризно, да? То есть, вот, в полном формате. Ведь сегодня они везут спектакли, полностью адаптированные к нам, в том смысле, что перенос полный идет с основной сцены. То есть, там нет купе. То есть, со всеми декорациями, да, полностью. В качестве подтверждения давайте видео посмотрим. В общем, начнем с «Доброго человека из Сизуана». Собственно, самое легендарное название, по-моему, да? Привозит театр имени Пушкина из Москвы. Очень хороший театр. Ну, и еще более легендарная сама пьеса Бертольда Брехта. По-моему, Любимов когда-то прославил Таганку как раз вот с помощью «Доброго человека из Сизуана». Да, ну и здесь, кстати говоря, режиссер-постановщик, на сегодняшний день знаковый Юрий Бутусов. Это имя... Очень модное, да. Да, очень модное на сегодня. Но, кстати сказать, простите, перебил. Он так, слегка авангардный, да, он славится спектаклями. А здесь спектакль, насколько я знаю, я, собственно говоря, не видел спектакль, но так, по информации, он сделан в достаточно так традиционной манере, но очень глубоко, тонко, с нюансами и так далее. Ну, в данном случае в традиционной мере имеется в виду, что декорации полноценные, не минимальные. Ну, не только. Вот, собственно, даже по видео видно, что очень достойно. И декорации, и, собственно, и постановочные решения, там и зонги, Суляк поет, ну, достаточно такое. Но это все-таки брех. Ну, что касается состава, это все первые составы, да, насколько я понимаю? Ну, в большей степени, да. Ну, а сейчас давайте... Вот этот спектакль будет на сцене Мускамедии, да? Да. А у вас вот спектакль «Все пути ведут на север». Да. Театр-балет «Москва». Да, да. В принципе, возможно, даже еще более модный. Расскажите про спектакль. Ну, на сегодня это достаточно модный театр. Собственно говоря, балет – это интересная вообще история. Дело в том, что, на самом деле, этот балет поставили... Он полностью зарубежный. Я имею в виду с точки зрения постановщиков. Его поставил хореография Карина Контис, а, собственно говоря, музыка Дэвида Монсо, художник по костюму Тусен Фромаген. Спектакль очень пластичный на самом деле. Там очень много работы с телом. Он поставлен нетрадиционным образом. Ну, то есть, как бы это не, скажем, не классический балет в том виде, как мы его понимаем в Большом театре. То есть, здесь и хореография, и пластика, и очень много работы с телом, как я уже сказал. Поэтому в этом смысле он достаточно интересен. А вот спектакль достаточно модный. Насколько наш зритель, как вы считаете, готов к таким неклассичным произведениям? В принципе, у нас есть разные зрители. Он в любом городе разный. У нас... Вот я даже и по себе, по своему театру знаю. Потому что стараюсь репертуар разнообразить жанрово. Потому что существуют разные люди, разные вкусы, разные потребности. У нас есть люди, которые авангард любят. Есть люди, которые любят классику только. Есть люди, которые балет. Немножко меньше, может быть, люди любят оперную музыку, оперные спектакли. А в этом смысле, конечно, у нас достаточно людей интересных. Другой вопрос. Люди не всегда знают. Особенно о московских театрах, о московских спектаклях. К сожалению. Потому что вот я на примере даже прошлого опыта, да, приезда коллективов на Маску, скажем, приезжал Фоменко и приезжал балет Эйфмана. Ну, это балет, который по всему миру гремит. Он после нас поехал сразу в Пекин. Они просились еще раз к нам заехать. Ему нас очень понравилось. Ну, немножко не сложилось. Но вот это ведь потрясающий балет. И при всем при том, мы еле-еле собрали людей, и два-едва на зал, и то так не нашла. Но после чего, после просмотра, конечно, люди уже попробовали, и они захотели прийти. А у нас был всего один спектакль, и как бы не состоялось второго показа, к сожалению. Поэтому вот информации мало. Ну, у вас далеко не первое слышу, что в театральном отношении хабаровские зрители, они достаточно консервативны. К ним вот иногда вот трудно пробиться современным каким-то прочтением. Ну, и, собственно, не секрет, что музыкальный театр вот сколько раз экспериментировал, даже из-за этого уезжали очень известные режиссеры. Именно потому, что вот прижиться с авангардным, с каким-то современным театром достаточно сложно. Это правда. Нет, хотя у нас есть зритель, который любит такие вещи. Но я думаю, когда формируешь репертуар, надо понимать все-таки, все-таки театр для зрителей существует. Другой вопрос, что и театр зрителя должен формировать, но это процесс небыстрый. Он требует времени, и он достаточно сложный. Поэтому надо как-то все-таки соблюдать определенный баланс в этом смысле. Вообще, насколько охотно столичные театры едут сюда, на Дальний Восток, вообще в другой конец страны? Ну, понятно, что заплатили, но еще личные желания. Ну, я думаю, что, ну, может быть, личные желания у кого-то есть, у кого-то нет, потому что, конечно, они сегодня существуют достаточно обеспеченно, в сравнении с нами даже. Вот. И, ну, у кого-то есть желание приехать. Хотя, если брать артистов, то они и так достаточно много ездят с антрепризой. Вот. А вот в полном составе сложнее. Конечно, поддержали деньги, потому что, если бы не грант, ну, наверное, этот проект бы не состоялся. Скажу честно, потому что ведь даже гранта недостаточно, потому что Москва на себя взяла... Ну, вы затронули вопрос о деньгах, и, поскольку интересно, значит, Москва на себя взяла гонорар, а, честно скажу, это не Хабаровский театр по гонорару, там суммы, ну, достаточно серьезные. Ну, чего говорить, скажем, ХАТ, если у них билеты там доходят до 15 тысяч, да, а тысячный зал несколько, ну, сами понимаете, ну, там, понятно, минимум, там, от тысячи начинаются и так далее. Ну, кстати, давайте тогда к спектаклю МХТ МНИЧЕХОВОЙ перейдем. Мужья и жены, по-моему, чья это постановка? Ну, тут тоже знаковый режиссер Константин Богомолов, да, очень знаковый режиссер, да, на сегодняшний день. Поэтому это его постановка. В спектакле занято много достаточно интересных артистов. Ну, вот все лица, которые мелькают, ну, в общем, они известны. И Гордин, да, и Верник, Игорь, ну, и все остальные. То есть это действительно суперзвезды сегодня, в том числе и телевизионные, киношные. Ну, и они также приезжают именно в этом составе? В принципе, хотел спросить, а вот суперзвезды театральные, они очень придирчивы в отношении приема? Я знаю, по-разному. Это от человека зависит. Это совершенно не зависит от того, до какой степени высоты он добрался. Ну, я слышал, что вот настоящие звезды как раз достаточно простые относятся к этому. Ну, так скажем, я когда-то, будучи музыкальным еще, ну, у меня, допустим, очень теплый, потому что, ну, приезжал Михаил, да, артист, ну, казалось бы, суперзвезда, ну, безумно скромный человек. Сидели в кабинете, пообщались, очень открытый, скромный, спокойный. Поэтому тут есть разное. Я не буду называть, а есть кто-то, кое-кто и помельче, ну, создает проблемы там. Что касается наших артистов и наших театров, вот насколько мы смотримся по качеству на фоне столичных театров? Понятное дело, что у нас другое финансирование, абсолютно другие бюджеты, но, тем не менее, здесь на энтузиазме ведь очень много делается. Ну, я вам скажу, что мы не проигрываем так уж, чтобы... Я вот некоторое время даже отсутствовал, там побывал, значит, на Западе посмотрел, часто приезжали. Зимний театр, привозили много спектаклей разных. Нет, я не скажу, что мы проигрываем, но мы ведь не случайно брали маску. Даже наша первая маска тогда с Ченкиным, мы ведь просто ворвались и размялись. И нам просто не дали, потому что никто не знал, ниоткуда вынорвал театр. И если бы мы не были убедительны, а там большое лобби работало из Екатеринбурга и других городов, столичных в том числе, ну, просто мы были наголову выше, поэтому нет, я не скажу, что мы слабее. Мы и сейчас возили приличный спектакль, вот, по Булгакову. Он нетрадиционный немножко такой, да, значит, ну, кому-то зритель нравится, кому-то нет. Но я вам скажу, я, когда спектакль шел, мы были вместе с Костолевским и с директором маски Марией Ревякиной. Мы рядом сидели, она говорит, ну, надо бы нам его в основную программу взять, потому что очень убедительный спектакль. А жена Костолевского-то вообще в восторге француженка была, он дважды у нас здесь был. Тоже, кстати, вот, если говорить о скромности, изумительно скромная пара людей. Кстати, именно потому, что вы упомянули про свой отъезд из Хабаровска, у вас теперь есть возможность сравнить. Вы работали не только в Хабаровском театре. Соответственно, в театральном отношении по сравнению с западными городами Хабаровск лучше, в худшем торже, куда-нибудь отличить. И хабаровские зрители. Да я думаю, что все-таки в лучшую. Хотя хабаровский зритель, честно говоря, вот театры нашего Дальнего Востока, вот сейчас фестиваль приближается, они не очень любят ездить в Хабаровск на гастроли. Публика строже. Публика строже, да. Тяжелее работать. Ну, может быть, за исключением Ефима Звенятского, Владивостока, который здесь принимается традиционно хорошо. Ну, может быть, потому что они нам проигрывают, может, потому что немножко они другие. Ну, как, может быть, зрители у нас, с одной стороны, консервативные, да, с другой стороны, все-таки любящие свой театр, не знаю. И требовательные. Ну, они труднее, потому что вот я люблю ездить по городам Дальнего Востока, мы успешно всегда ездили, а наши коллеги как-то так вот... Ну, насколько я знаю, все-таки у нас привыкли люди ходить в театр, потому что залы у нас, как правило, более забиты, чем в других городах того же Дальнего Востока и Сибири. Нет, по-разному бывает, это не совсем так. Я помню период Сахалинских, когда там залы были битком, Камчатка всегда была с полными залами, поэтому тут по-разному. Ну, какие-то периоды, на самом деле, все зависит от театра, да, от того, как он работает, насколько он интересен зрителю, от спектакля, и как-то все происходит волнами. И давайте еще обязательно поговорим про спектакль, который лично меня заинтересовал больше всего. Ну, скажем так, это самая необычная постановка Джекил и Хайт из Санкт-Петербурга, да, и Санкт-Петербургской мускомедии. Это, да, Санкт-Петербургская мускомедия, и вот это вот удивительно на самом деле, потому что мы, как бы, знакомы с этим театром, но знакомы по антрепризам. И, кстати говоря, ну, я не знаю, как на сегодняшний день, насколько они ездили, а вот в прежние времена они достаточно часто ко мне приезжали, и мы с ними пересекались на Камчатке и везде, когда мы ездили. И, в общем, нас принимали, мы приехали на Камчатку, наш театр прошел на ура, и, ну, то есть мы выигрывали, были лучшие. Но последние годы Санкт-Петербург очень рванул, именно театр музыкальной комедии, и у них появились мюзиклы, появились другие формы, и это очень интересно. И вот этот спектакль, один из таких достаточно ярких, интересных, и у них залы на сегодня, вот если говорить о том, насколько полны, то они полны, и особенно на этот спектакль. Это бродвейский мюзикл, впервые у нас сделанный, поставлен по лекалам, хотя у нас поставлен все-таки своеобразный немножко, но, тем не менее, все равно это мюзикл яркий, интересный, на которой аншлаги в Петербурге. Причем по такому произведению Стивенсон, история мистера Джекела, доктора Джекела. Доктора Джекела, мистера Рай, да. Ну, причем очень интересно посмотреть, как это можно поставить на сцене, потому что, ну, как правило, если снимают фильм про это, они достаточно сложные, со спецэффектами, там преображение одного человека в другое. Ну, сейчас особенно, да, театр, конечно, такими возможностями не располагает, но у театра есть другая сильная сторона, да, у него все-таки человеческий фактор, вот, от человека в человек, вот эта атмосфера, душа. Конечно, все-таки фильм – это другое искусство, здесь живой человек, живая жизнь, поэтому, конечно, это в этом плане интересно. Но особенно интересно, что это музыкальные спектакли, и потом, в принципе, для нас как бы незнакома эта стилистика, да, бродвейская, вот эта вот американская чистая музыка, поэтому, мне кажется, это очень интересно, и мы поэтому поставили два спектакля, и надеемся, что все-таки зал будет. Вот, не хочется, чтобы получилось так, как с театром Эйкмана. А билеты еще есть? Вообще, людям надо поспешить? Ну, поспешим, но на МХАТ практически уже нет, там шесть, по-моему, билетов осталось. Вот, на Фоменко тоже достаточно приятно еще есть, на Жекилхайке тоже есть. Ну, тут почему? Потому что МХАТ у нас всего один раз работает, а эти два театра работают дважды. Насколько я знаю, не только в Фаборске, но и в Комсомольске, да, будут отчасти постановки? Да, и это, кстати, впервые тоже, вот Комсомольск впервые принимает такого уровня коллективы. А там покажут все спектакли, да? Да. Мне кажется, это огромная удача и для хабаровчан, и для комсомольчан. Ну, даже те, кто не любит «Авангард», мне кажется, хотя бы раз должны посмотреть. Ну, хотя бы на один спектакль. Ну, да, все-таки посмотреть настоящий, мировой. Ну, по большому счету, здесь такого авангарда, который бы как бы вот в пеку хабаровчан, его нет, да. Здесь все достаточно адаптировано. Мне кажется, это все должно, я не знаю, я бы посмотрел все с огромным удовольствием. Пермский театр тоже очень интересный. Перм вообще театральный город. Спасибо огромное. У нас в гостях был организатор фестиваля «Золотая маска» в Хабаровске Николай Евсеенко, директор Хабаровского краевого театра драмы. А на сегодня наше время истекло. Завтра поговорим о том, как все-таки застраховаться над случайом наводнения. Мы на прошлой неделе обсуждали. Многие люди высказывали сомнение, можно ли застраховаться. Страховые компании вообще это делают. Оказывается, делают. А как именно застраховаться, расскажем завтра. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»!